Привет, друзья мои! О чём мы сегодня поговорим, девочки и мальчики? О чём мы поговорим? А мы по сегодня, по сегодня не знаю, о чём поговорим. Вот. Мат-пельматы, о матах-пельматах мы поговорим, друзья мои. Вы же всё-таки не успокаиваетесь, да? Не успокаиваетесь. Вам всё-таки нужно, блядь, говнишник, говёшник мне написать, да? То какая-то тут, извини меня, правда рулит, сошла мне сегодня. Написала мне, коммуникю свою. Ты нарик! Да я бухарик, милая моя, бухарик. Кстати, не путать правду рулит с правдой разоблачения. Правда разоблачения, это моя подруга, которая живёт в Барнауле. И, знаете, правда рулит. Съебласья быстро, я же знаю, кто ты. Спрятайся, блядь, в подземелье, чтоб тебе, блядь, не нашли. Так вот. О другом мы хотели поговорить. Вас же никто не трогает, вас же никто не беспокоит. Хер ли вы зашли на мой канал, блядь? А? Чё-то нахуй нужно тут, скажите мне, пожалуйста, на моём канале. М? Тут придумали, типа, хуйня мертва. Тут Юли, видать, надули. Извините меня. Она поверила, что одна там дурочка померла. Просто ник, сука, поменяла, вот и всё. Умирать. Где трупик? Трупика-то нету, и могилки нету. Чё пиздеть-то, блядь? Опухоль. У меня опухоль. Сидите тут, блядь, мозг чичикаете. Ладно. О другом, друзья. Это блог-сплетник. Наталья Бэй пишет под скрытой камерой поиска. Совсем не дурно. Обалденный диалог сына с мамой. Маты-перематы. Посылание к чёрту. И пересчитать зубы в сраке. Кстати, о сраке. Меня часто называют сракой. Как меня только не называют. А он её посылает поссать в мусорке. Мамо обвиняет сына, что трепет всем, сколько зарабатывает на Ютубе. 4 тысячи евро херов. А вот у нашей кори эта информация замечена. Мамо твой дурачок врет. У него заработок намного больше. Мама хиряма переживает, что к нему випнут и едут бабки бальзаковского возраста. Период, когда жил тот, по норе, бальзак. Милка, короче, повар тулила. Ну, короче, хирам мирам сделала. Изразила собачьего хера в накопительстве барахла. Что-то ему в рюмку подсыпало. И накапало, наверное, в волосердинчику, наверное. Вот. Что сейчас ему крышу сносит. Рвется опять в Германии на барахолку. Дурак, лошара. Простофиля, чокнутый. Ума нету, гони мамке квартиру. Ей надоело ловить бабочек и клопок чужой квартирки. Тут это пишет. Десерт. Сявка в трансухе нажалился чугулячки. А она его приглашает в 7 БЦ на коклетки. Умарикански обидели чёрта. Умаричку настроился в следующем гогоде. Завтра зайку будут пропивать на день рождения. Жди медбрата кожи с плёткой и расширником в руках. Будете по очереди просить друг друга прощения. Плёточку взял, такая, у-ч-чух, чух, такая, пиу-пиу-пиу. Ну вот. Грустный смайлик. Не мылся месяц. Почу... Почесуха одолела. Ой, 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 ой. Месь врача не говорит, что помыться уже пора. И можно ему и не нужно гормон, Губин. Он на пузе играть, чесаться будет. Ха-ха, и бля. Косторук пишет. Ну? И где публичные извинения медбрата-изверга перед зайчиком? Ой, пообещали извиниться и опять надули паскудника, как надумной матрас. За разбитый телефон он заткнулся, потому что он был разбит ещё до инцидента. Но и извинений не слышно. В этой ситуации был только один потерпевший. Телефон. Да, телефон-то потерпевший. Человек некий, не потерпевший. Не, который выпал из рук больного на голову зайца. Выходит, что медбрат должен публично извиниться перед телефоном, что ли. Ой, телефон, прости меня, что я тебя разбил. Ну вот. Жди, зайка, извинений, пока рак на горе свистнет. Когда свистнет, ты высказала по-украински. И я женщинка по-русски. Я жена. Я потом поставила себя. Я еш-мать. Не знаю, сколько ты имеешь в ютюбе. Это два сорок минут. Так. Что там ревность. Ко всем раз бабка считает себя. Хороший. Короче говоря, считает его женой. Бабка считает женой. Ой, хорошая. Дальше читаем. Коста-руб пишет новый комментарий тут. Детский сад. Трусы на лямках. Так можно охарактеризовать тупой розыгрыш накануне днюхи зайца. Кто не смотрел, не тратьте время на просмотр. Содержание двух роликов на эту тему. Зайца выманили. Ну, короче, из квартиры какой-то парниша под видом доставки, естественно. Сябка был мне в курсе. Тупого сценария, который сам же и придумал. Этот парниша якобы завез. Аманинка в темный лес, в глухую чашку. Ну, чащу. Из сказки Морозка. И по сценарию якобы у них сломалось такси. Паскуда. Ты куда меня завез, Сусанин? Таксист. Че? Ту машина сломалась. Зайц. Ой, боюсь, боюсь. Темно як у негра. В жопе. А змей тут не водится? Таксист. Хэзэ. Кого тут не водится? Ой, страшно. Какой нахуй, таксист? Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красное? Мой пиздец трусы обоссал. Писи по ляжкам текут. Долго еще? Кандыба. И тут таксист переносит зайца в сказку «12 месяцев» или «Возрожденнику клубса клана» страны Украины. Посреди темного леса горит костер, вокруг которого идут дикие пляски трех даунов. В костюмах, взятые на прокат в оперном театре. До Днепра. Безгубая. Придачу. Безголосая. Жулька. Пугая спящих зверей и птиц. Орала на весь лес, пытаясь переорать Ирину Аллегрову. С днем рождения, Самвил. Колясе подмахивая жирной сракой, Как всегда дисконтил голосом придушенной крысы. С днем рождения, Любымый. Ну, гвоздем программа была Чи сатанистка, Чи престарелая красная шапочка, Чи палачи без топора, Чи злобный гном в красном плаще. С балахоном, надвинутым на глаза, Коротко платье леопардом ретуза, королева-мать всей Украины, Татьяна Шупочка. Расставив кривые заготовки в леопардовых штанцах на ширину плеч и размахивая стороны в сторону подожженной дубины, Щуп представляла собой зловещего демона в красной накидке. Не зная слов Олегровой, она монотонно терепала у леосины из стороны в сторону и пыталась переорать жуйку. К сожалению, день рождения кончился. Какой урод такой придумал, кому в дебильную бошку пришла идея в очередной раз поиздеваться над матерью и накормить диабетика сладким тортом в угоду курятника. Бог изум судья, главное зайцу весело. Друзья мои, эта сказка очень большая. Ну, мы заканчиваем нашу трагикомедию. Смеяться разрешается. Это не я комментарий пишу, а прочитал я. Я читаю, да. Кстати, милые мои, деточки и мальчики, вот. Кто там, то есть скрин прислал мне, это, такой скрин был от правды. От правды разобоблачения. Скоро вы увидите, милые мои, этот скрин. Ну, не сегодня. Очень приятное будет. Я думаю, все потом скроются с моего канала. Девочки, мальчики. Так что не будьте гулками. Будет всё окей. Правды разоблачения. Мне уже много доставило хороших скринок. Кстати, спасибо, Диана Курская. Спасибо за определенную информацию. Ты красавица. Ты можешь её видеть. Ты молодец. Руки длинные у тебя, Диана Курская. Молодец. Достанешь любого, да. Ну, да ладно, милые мои. Сода-содой. Сказка-сказками. Милые мои, это юмор. Всем пока. Люблю. Целую. Обнимаю. И, кстати, хочу сказать. Ну, не жрите меня, бляди. Понятно? Не надо пугать кое-кого. Понятно? Руки длинные у нас. Дотянутся и до вас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...